Сесток! Вы на канале Будапештки. Меня зовут Евгения Кири, я гид. В этом видео я расскажу о шикарной возможности, как переехать в Будапешт и учить венгерский язык по стипендии Балыша. Дисклеймер. Все то, что я говорю сегодня в этом видео, все то, что вы прочитаете в моих статьях, в моих эфирах, в инстаграме, все основывается на личном опыте. Эта информация, это не инструкция, это всего лишь рекомендация к применению. Я не являюсь специалистом в области образования, это важно. Когда-то давно, в 2012 году, на курсах венгерского языка в Москве мне рассказали о том, что можно изучать язык в Венгрии бесплатно по стипендии Балыша. Я очень сильно настроилась, зашла на сайт, прочитала описание стипендии, испугалась, закрыла вкладку. И в следующий раз я открыла этот сайт только в 2016 году. В этом временном, почти пятилетнем отрезке, я учила язык, читала все, что можно об истории и культуре Венгрии. Считывала знаки судьбы, купленный случайно в продуктовом венгерский бекон, какая-то токайское винишко по акции в Ашане, вывеска венгерские купальники у станции метро Петровско-Розумовская. Я очень хотела переехать, но я не могла понять как. Мне нужно было найти какой-то турбо-бюджетный вариант, потому что у меня не было никаких накоплений, я не могла рассчитывать на содержание меня моей мамой, у меня не было каких-то специальных навыков, чтобы сразу можно было найти работу по приезду. Первыми результатами интернет-серфинга стали волонтерские организации, где можно было приехать в Венгрию, жить, работать, практиковать язык, но работать за еду и за кров. Мне такой вариант не подошел. Я вспомнила ту историю пятилетней давности про стипендию. Найти актуальную информацию о стипендии Балаши в интернете оказалось сродни поиску алинкового цветочка. Посты на форумах были не информативными или вообще десятилетней давности, а сайт Венгерского культурного центра тогда не работал так хорошо, как работает сейчас. В итоге я опять попала на вкладку с официальным описанием стипендий и документов. Я остановилась на двух стипендиях. Первая была для тех у кого венгерские родственники, а вторая хунгарология. Опять прочитав список требуемых к хунгарологии, я опять испугалась, потому что стипендиат должен был предоставить какой-то профессиональный план, рекомендательное письмо от венгра или человека, связанного с хунгарологией. Это показалось мне очень сложным и я дала заявку на первую стипендию, потому что там не нужно было подтверждение родства и набор документов был поменьше. По крайней мере мне так показалось. Где-то через два месяца я получила письмо, мне пришел ответ, что свою стипендию я не выиграла, но мне предлагают место на хунгарологии. Я согласилась и начала потихоньку паковать чемоданы и готовиться к переезду. Стипендия Балаша для меня закономерный результат от пятилетнего изучения венгерского языка и истории Венгрии. Но это я так говорю сейчас. Даже спустя столько лет после переезда я до сих пор помню, какие эмоции были у меня в голове, какие чувства были при подаче документов, что Женя стипендиатль до вундеркиндов, а ты даже не знаешь английского и у тебя даже нет высшего образования. Куда тебе-то? Я очень рада, что мне удалось перебороть этот страх и понять, что за попытку ругать меня никто не будет, а за возможный провал мою фотографию никто не повесит на доску позора. Это видео я делаю для тех, кто тоже хочет переехать в Будапешт, кто тоже изучает венгерский язык, кто тоже ищет информацию о Балаше, но ничего не может найти. В этом ролике самые актуальные информации на 2021 год. Предыдущие статьи, даже моя на моем сайте, они уже устарели. Пандемия внесла свои коррективы и здесь. Вчера на сайте венгерского МИДа объявили набор на 2021-2022 учебный год. Хотите переехать в Венгрию? Подавайтесь на стипендию Балаше. Давайте разберем самые главные понятия из этого видео. Стипендия Балаше названа в честь Балента Балаше, венгерского поэта из Средневековья. Он считается родоначальником венгерской поэзии, потому что он одним из первых начал писать стихи на венгерском языке. До него все писали на латыни, все пользовались латыни. Из всех произведений Балента Балаше мне в душе откликаются следующие строчки. «Как грустно мне, что с тобою должен расстаться я, благословенная мадьярия моя». Это Балент Балаше писал в 16 веке, убегая от нашествия османа. Институт Балаше — это не высшее учебное заведение, это сеть культурных центров, которые расположены в столицах многих стран мира. Но Будапештский является центральным, и поэтому все стипендии раздает он. Как раз в прошлом, либо год, либо два назад, вообще сеть Балаше расформировали, и теперь стипендии относятся к венгерскому министерству иностранных дел, но название за ними осталось, поэтому больше сайта Балаше вы не увидите, все это теперь относится к венгерскому МИДу. Есть разные стипендии, но я рассказываю в этом видео только про программу хунгарологи. Информацию по другим направлениям вы можете найти на сайте МИДу, я ссылку обязательно оставлю в описании. Хунгарологи — программа стипендий Балаше, по которой вы можете изучать венгерский язык и венгерскую культуру. Студенты, изучающие венгерский язык в университетах или любые люди, интересующиеся венгерской культурой и языком. Возрастная категория от 18 до 35 лет. Учат венгерский язык, литературу, географию, историю, этнографию, и есть еще факультативные предметы, и определенное количество из них обязательны. Я, например, ходила на историю кино, историю музыки, культурологию, историю 19-20 века. Было очень интересно, я всем рекомендую. По приезду вы сдаете экзамен на определение уровня языка. Есть два уровня и пять групп. А1 — это с нуля. А2 — это немного понимаю, но не говорю. А3 — это понимаю, немного говорю, но с ошибками. Б1 — это многое понимаю, уверенно говорю на базовые темы. Б2 — это многое понимаю, спокойно обсуждаю темы и даже смысл жизни. В конце года вы сдаете экзамен на знание языка на сертификат, и это обязательно. В сентябре по июнь по будням с рождественскими и пасхальными каникулами. Пары с утра — с восьми с половиной девятого и до двенадцати. Потом перерыв на обед, потом еще одна или две пары, но это зависит от вашей группы. Группы А в первом семестре учат только венгерский язык, а остальные предметы у них подключаются во втором семестре. Группы Б начинают учить сразу все. Нагрузка действительно очень большая. Уроки венгерского по 12-18 часов в неделю. Задают очень много домашней работы. За год обучения я написала, наверное, штук сорок сочинений. Но все это потом, правда, мне очень пригодилось на языковом экзамене. Кроме учебной части есть еще и развлекательная. Развлекательная и официальная — это организованные поездки, походы в музеи, в кино, в театры. Неофициальная — это, конечно, студенческие тусовки. Атмосфера Будапешта к этому располагает. Обязательно подпишитесь на мой инстаграм и узнаете, все явки и пароли для местных жителей. Во время учебы теперь непонятно, где будут проживать все студенты, потому что во всех статьях, которые есть в интернете, информация о том, что ты учишься и живешь в одном здании, она больше не актуальна. После расформирования институт Балыша переехал с горы Геллерт. Сейчас, например, в заявке на стипендию указан адрес в 50-м районе. Но это адрес обучения, а не адрес жилья. Адрес общежития, скорее всего, вы узнаете только после объявления результатов стипендий. Обучение и жилье бесплатно предоставляются. Стипендия 45 тысяч форентов в месяц. Сейчас это где-то 120 евро. Дают студенческий билет, по которому вы можете претендовать на все скидки. Например, проездной на все виды транспорта, на общественный вид транспорта, будет для вас стоить не 9 500, а 3 450. Еще оплачивать страховку. За ваш счет билет на самолет туда-обратно, стоимость языкового экзамена на сертификат в конце года 25 тысяч форентов, визовые сборы, еда, личные расходы. 60. А вот какой конкурс на место, к сожалению, не знает никто. Срок подачи заявки на стипендию 29 апреля 2021 года. Результаты 14 мая. После этого в течение трех дней всех оповестят по почте. И если вы получили заветное письмо счастья, то до 21 мая в ответном письме вам нужно указать, принимаете ли вы эту стипендию. Давайте разберем детально, какие документы вам нужны, какие вам нужно подготовить, что хотят от стипендиата в этом году, потому что есть очень интересные изменения. Подача заявки сейчас проходит электронным путем, ничего отправлять не нужно. Вы заходите на сайт, заполняйте анкету, прикрепляйте сканы документов туда и уже через этот сайт отправляйте свое личное дело. Первое, что вам нужно, это подписанное заявление о подаче заявки. Сейчас там приписали интересный пункт о том, что независимо от ситуации с пандемией COVID-19, материальная ответственность за приезд в Венгрию и отъезд из Венгрии, она за вами. Пока не представляю, в какой ситуации это может фигурировать, но понятно, что этим пунктом Балыши и МИД Венгрии себя защищает от лишней ответственности за жизнь иностранных граждан. Второе, что вам нужно, это профессиональный план максимум на две страницы. Описание области исследований или интересов кандидата. Это звучит слишком серьезно, на деле это мотивационное письмо. Вам нужно написать, куда вы будете прилагать на практике, полученной в будущем знания. Третье, что от вас хотят, это скан зачетки или диплома. Сначала его нужно сдать в бюро переводов и перевести на английский. И вот потом уже вот этот скан прикрепить ко всем остальным документам на сайт. Четвертое, что нужно, это скан загранпаспорта. Пятое, это минимум одно рекомендательное письмо от специалиста в области хунгарологии или в области смежных интересов. Если вы уже занимаетесь венгерским языком, пускай письмо напишет ваш преподаватель. Если у вас такового нет, то попросите любого знакомого или своего начальника, у которого, например, хорошая должность, какая-нибудь звонкая с намеком на важность. Пусть он напишет, что вы ответственный, что вы любознательный. Этого будет достаточно. Шестое, это подписанное заявление о достоверности данных в табличке с опросником о состоянии здоровья. И седьмое, это вот эта вот табличка, опросник о вашем состоянии здоровья. Это тяжело, это будет сделать трудно, потому что там нужно... В этом году добавили пункт о вакцинации от короны. И еще нужно предоставить справки о вакцинации против туберкулеза, коклюша, оспы, ветрянки, гепатита B, дифтерии, менингита и полиомелита. А еще результаты флюорографии за последний год. С последним пунктом, возможно, возникнут проблемы. Посоветуйтесь с вашим врачом, посмотрите свою медкарту. И да, вот эти все справки, эту всю информацию тоже придется подтвердить. И значит, во-первых, нужен перевод на английском, а во-вторых, не забудьте это прикрепить к документам. Будьте ответственны. Вас по приезду ждет медосмотр. И в правилах гранта указано, что если вы медосмотр не проходите, то вы в течение трех дней обязаны покинуть общежитие, и ваша стипендия будет аннулирована. Все документы нужно предоставить на венгерском, либо на английском языках. И я рекомендую именно диплом, мотивационное, рекомендательное письмо, все справки о вакцинации переводить на английский язык. Это выйдет вам намного дешевле. О пункте, нужно ли это все нотариально заверять, нужен ли для этого апостель, к сожалению, нет никакой информации, я не могу на это ответить. Если вам это важно, напишите секретарю и спросите у нее. Давайте разберем самые популярные страхи. Я не говорю на венгерском языке. Это не проблема, вас научат. Я не говорю на английском языке. Это не проблема, вам он не нужен. Обучение идет на венгерском. Венгерский на венгерском, да. Куда я перееду, у меня нет денег. Честно скажу, 45 тысяч форентов в месяц, 120 евро, хватит только на очень аскетичный образ жизни, но очень скромный, и я рекомендую финансы подкопить. Официально работать по этой визе вы не сможете. Как жить в общежитии? Мне будут мешать соседей. Все мы взрослые люди. В общежитиях есть комнаты общего пользования, и вы можете уединиться там. Летом можно сидеть в парках, у нас всегда прекрасная погода. Не могу написать мотивационное письмо на английском. Это не проблема, пишите на русском, потом переведете. Не могу написать мотивационное письмо вообще. Загуглите, в интернете очень много статей на тему структуры, составления мотивационных или других подобных текстов. Там самое главное указать не то, что вы хотите в Венгрию переехать, а то, как вы будете полученный опыт уже потом использовать на практике. Нет высшего образования. Это не проблема, переведите школьный аттестат или вообще другие корочки, которые у вас есть. Не знаю, как заполнить анкету, все на английском. Воспользуйтесь Google Translate, все можно перевести, все будет понятно. Если вы дошли до этого момента в просмотре, то у вас серьезное намерение, серьезный настрой. И у меня для вас бонус. Я зачитаю мотивационное письмо, с которым я переехала сюда и с которым я выиграла стипендию. Меня зовут Евгения, я хунграфил. Я люблю все то, что связано с Венгрией. Мне очень нравится, мне импонируют венгерские художники, писатели, музыканты, поэты. Поэтому я изучаю венгерский язык, историю и культуру. Цель моего изучения – это распространение знаний о многогранности Венгрии среди русскоязычного населения. Я уже понемногу развиваюсь в этом направлении, пишу статьи в свой блог, который называется «Будапешки». Это такая игра слов. Чешки – Будапешки. Отсылка к тому, что в Будапеште настолько много красоты, чтобы все обойти и все осмотреть, нужна специальная обувь. Я бы хотела учиться в институте, который назван в честь такого важного и великого венгра, как Балент Балаши. Он и его учитель Петер Барнемис соявляются основателями венгерской поэзии. Их произведения, их искусство сплотило народ в тяжелые для венгерской истории времена. И это активность и воодушевление, и меня вдохновляет на все то, чем я занимаюсь в своей жизни. Как сказал известный венгерский фотограф Роберт Каппа, вам недостаточно быть талантливым, вам нужно еще быть венгром. И мне очень любопытно, мне очень интересно, каково это быть венгром. Сейчас, на данный момент, я занимаюсь венгерским языком всего два раза в неделю, и, конечно, этой разговорной практики мне недостаточно. Курс хунгарологии был бы идеальным вариантом для меня, и с ее помощью я могла бы укрепить уже полученные знания и узнать очень много всего нового. Во время учебного года я хочу развивать тему хунгарологии профессионально, научиться свободно говорить на венгерском языке. И у меня очень много опыта в организации мероприятий. Я довольно часто состояла в оргкомитетах музыкальных фестивалей со своим оркестром. И поэтому этот опыт я бы хотела использовать и при учебе в институте Балыши, активно принимать участие во всех местных мероприятиях. В будущем я планирую развивать русско-венгерские проекты, делать их более модерновыми, показывая миру современное венгерское искусство, не забывая о классике. Вот с таким мотивационным письмом я получила стипендию Балыши и переехала в Будапешт. Что я могу сказать? Самое главное, что я узнала ответ на свой вопрос, каково это быть венгром. Спасибо, что вы посмотрели это видео до конца. До новых встреч! Весантла Аташро!